Приветствую тебя, инженер! Это видео является логическим продолжением серии о системе обработки балластной воды OptiMarine. Сегодня я не просто буду перебирать пневматический актуатор двойного действия, что приводит в движение практически всю запорную арматуру этой системы. Я расскажу тебе, почему их приходится вскрывать, как бороться с неисправностями в моменте их возникновения, если катать надо, но не работает. Расскажу о странном качестве ремкомплекта, что достался мне, и покажу, как упростить процесс переборки и позиционирования деталей. Чаек приготовил? Поехали! Двойного действия значит, что и для открытия, и для закрытия нужно подать сжатый воздух. Для открытия подаем воздух в центр, для закрытия на периферию. Рабочий ход ограничен стопорными винтами. Оконечное положение можно регулировать. Все проблемы начинаются, как мне кажется, с этапа проектирования этого устройства. Это хороший привод, но это европатент. Сейчас объясню. Если взять, к примеру, японский пневмопривод и хотя бы раз в год к нему подходить для оценки состояния, то он будет работать до самых гвоздей, хоть на это и не рассчитан. Если на этом приводе написано ресурс 10000 циклов, то 10000 первого не будет. Что именно происходит с этим приводом? Грубеют и теряют форму резиновые уплотнения, истираются пластиковые направляющие и упорные башмаки. И воздух из камер под давлением начинает просачиваться в те камеры, в которых он быть не должен. Давление в камерах выравнивается, и привод зависает на половине хода, а балластная система глохнет. Почему в камере без давления оно вообще нарастает? Ведь в момент работы центральной камеры, периферийной, должны быть сообщены с атмосферой. Соленоидный клапан, что управляет этим приводом, оснащен дросселями, что отвечает за скорость перекладки запорного органа. Дроссель способствует удержанию давления там, откуда оно должно беспрепятственно стравливаться. Так и тормозится, так и демпфируется система. А вот и ответ на вопрос, что делать, если привод завис. Выкрутить дроссель, из которого шипит воздух. Привод отработает до конца, но из него постоянно будет свистеть воздух. Протечка никуда не ушла. А еще дело может быть в соленоиде. Внутри него камеры набраны из пластиковых колец, изолированных резиновыми прокладками. Резина сохнет, грубеет, и воздух может попадать из одной камеры в другие самопроизвольно. Соленоид можно вылечить с заменой целиком или заменой резинок, номеров для заказа которых я, к сожалению, не видел. А вот актуатор придется полностью перебрать. Я этих приводов разного размера уже перебрал достаточно, чтобы выработать систему. И покажу тебе минимальное количество маркировки, необходимое для безошибочной сборки привода. Поставив метку на соленоиде, его проставке и корпусе. От того, какой стороной поставишь соленоид, будет зависеть, в какую камеру пойдет воздух на открытие и на закрытие. А проставку можно поставить по-разному, при этом клапан может превратиться из 3.2 в 5.2 и привод на этом устройстве работать уже не будет. Теперь можно снять соленоидный клапан. Теперь возьми привод в руки и покрути его в вал. Смотри. Поршни расходятся при открытии и сходятся при закрытии. Открываются против часовой стрелки и закрываются по. После сборки должно быть так же. Но если соберешь по-другому и поршни будут сходиться при открытии, а сроки горят, разверни на 180 градусов соленоид вместе с проставкой. Позже соберешь правильно, я в тебя верю. Поверни вал в закрытое положение и поставь метку на нем и корпусе, чтобы ориентироваться в элементах при сборке. Теперь нужно выкрутить оба стопора и метки на них ставить не нужно. Регулировку мы произведем при сборке. Избавившись от ограничителей хода, вращай вал плавно против часовой стрелки, пока не почувствуешь, что вал вращается легче, а поршни перестали двигаться. В этот момент из зацепления вышел последний зубчик и поршни можно вынуть из цилиндра. В этом положении поставь еще одну метку. Она поможет спозиционировать все детали при сборке. Вынимаем поршни по одному и наносим на корпус метки в тех местах, в которых расположены зубки на поршнях. Теперь при сборке ошибиться будет крайне сложно. Снимаем кольцо зейгера, фиксирующие вал. Вынимаем вал и с него снимается стопорное кольцо, что вместе с тефлоновым уплотнением нужно будет устанавливать внутри. Снимаем весь пластик и резину и обрати внимание на то, что антифрикционные кольца тут с замком. Это важно. Башкмаки тоже на смену. Теперь все детали нужно аккуратно замыть в дизельном топливе и позже в обычном щелочном моющем составе и сполоснуть пресной водой, чтобы при сборке все было совсем чисто. Помни, пневматика не любит влагу и грязь. При замывке, если марки стираются, не забывай их обновлять. Берем ремкомплект с подходящим номером и видим, что антифрикционные кольца цельные и надеть их не получится, даже если нагреть. Они сильно меньше, чем нужно. Разрезаем их наискосок, чтобы получился своеобразный косой замочек. Теперь надеваем всю резину, осаживаем в канавке новые башмаки и кольца. Ну что, все готово к сборке? А как ты будешь ставить стопорное кольцо внутри цилиндра? Давай упростим задачу. Совмести маркировки в закрытом положении на валу и корпусе, чтобы понять, как вал стоит в закрытом положении. Держи его так. Теперь вспомни, что активный ход вала 90 градусов и установи стопорное кольцо на вал так, чтобы между вертикальным сечением вала и упорной полкой кольца было 90 градусов. В таком положении вал и кольцо будут находиться при закрытом клапане, а полка упрется в регулирующий винт. Ставим метку на этой сборке и когда нужно будет собирать это безобразие внутри, думать уже не нужно. Просто совмести метки. Смазываем резинки. И для пневматики хорошо подходит силиконовая смазка, но у меня такой нет и я обойдусь 220 мазевым общего назначения. Вставляем вал в корпус и теперь по меткам соединяем его со стопорным кольцом внутри. Затем накидываем уплотнительное тефлоновое кольцо и устанавливаем вал до конца. С обратной стороны ставим уплотнение, прижимную шайбу и фиксируем кольцом зейгера. Вал собран. Проворачиваем вал в то положение, в котором при сборке вышли из зацепления последние зубчики поршней. Устанавливаем поршни зубчиками к меткам на корпусе и утапливаем их по одному в корпус до касания вала. Если при этом вал провернется и метко сдвинется, верни ее на место, иначе второй поршень установится со сдвигом. Установи второй поршень и одновременно протолкни их вовнутрь. Теперь нужно, чтобы вал провернулся и зацепил оба поршня. Получилось? Попробуй покрутить вал. Теперь нужно выставить ограничители хода. Выстави вал в закрытое положение и вкрути левый винт до касания упорного кольца. Установи уплотняющую резинку и зафиксируй контрольной гайкой. Теперь поверни вал на 90 градусов против часовой стрелки и вверни правый упорный винт до касания упорной шайбы. Надень уплотняющую резинку и зафиксируй стопорной гайкой. Все. Теперь поршни уже не вылетят. Покрути вал, убедись в легкости хода. Это тоже важно. И осознай, какой же ты молодец. В крышках установлены резинки. Круглые, а канавки не очень. Чтобы нормально уложить круглую резинку в не очень круглую канавку, заполни последнюю смазкой. Резинка к ней прилипнет. Надевай крышки и давай уже проведем натурные испытания проделанной работы. При помощи сжатого воздуха проверяем работоспособность актуатора и заодно распределяем смазку по поверхности цилиндра. Заедать не должно. Помни, этот привод не только вращается сам, но еще и проворачивает тарелку клапана. Все успешно. Ставь на место соленоид, устанавливай это все на место на установку и проверяй уже с панели управления. Почти все. Дроссели. Они нужны для того, чтобы привод отрабатывал плавно, чтобы не разбивались стопорные элементы и система не испытывала динамичного гидравлического воздействия. Закрути дроссели полностью и отдай их на четверть оборота. Попробуй открыть-закрыть. Оцени скорость перекладки. Я не нашел требований по скорости перекладки для этих клапанов в инструкции, поэтому настраиваю примерно на 1-2 секунды. Это заметно плавно и автоматику это не раздражает. У меня не было проблем с переборкой приводов среднего размера. Все идеально подходило и я не мог нарадоваться этому зипу. Но когда пришлось перебирать большой привод или маленький, то после замены башмаков он жестко клинил, вообще не проворачивался. Сравнил старые и новые башмаки и новые были почти на миллиметр толще. Пришлось их немного подработать, совсем чуть-чуть наждачной бумагой, чтобы они встали и ходили плотненько, но не болтались. Но достаточно легко при этом, чтобы приводу хватало усилия еще и клапан приводить в движение. Это важно. Уплотнительные кольца валов из комплекта для большого и малого приводов вообще не налазили на вал. Пришлось, как в анекдоте, допиливать их напильником. А вот тефлоны резинки подошли идеально. Это и смутило. Если берешь неправильный ремкомплект, не подходит вообще ничего. А тут лотерея какая-то. В общем, при сборке будь внимателен и прежде чем наносить смазку, попробуй собрать так. А то вдруг придется, как и мне, дорабатывать напильником. Кажется, у меня был паленый зим. Пиши, что думаешь в комментариях и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok